Кикбоксинг в городе Полевском уже на протяжении многих лет активно развивается. Этим видом спорта сегодня занимаются более 100 ребят разного возраста. Полевские кикбоксеры не раз привозили медали различной пробы с чемпионатов мира и Европы, участвуя в составе команды сборной России. Всероссийский турнир на призы трубной металлургической компании, который проводится в этом году уже шестой раз, это прекрасная возможность для спортсменов проявить себя. Статус турнира дает возможность повысить разряд и попасть в сборную команду страны. В этом году он в едином календарном плане Министерства спорта Российской Федерации. Впервые за все годы, что мы проводим этот турнир, присваивает звание заслуживания мастера спорта России, а по юниорам и по юношам кандидатам в мастера спорта. Поэтому столько участников к нам приехали, потому что есть присвоение по этому турниру. Михаил Васильевич подтвердил, что мы этот турнир будем продолжать, будем его расширять для того, чтобы этот турнир стал брендовым знаком нашего города. И надо, к слову, сказать, что именно на этом турнире вырос Артем Рахимов, который в этом году в ноябре в Будапеште Венгрии стал чемпионом мира по коксингу в разделе «Фулл Контакт». Наша основная задача, чтобы подрастающее поколение приходило, смотрело, училось, набиралось опыта на этих соревнованиях, чтобы в дальнейшем они могли показать высокие результаты на более высоких соревнованиях разного уровня. Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев в самого начала лично поддерживает участников и организаторов Всероссийского турнира. В Полевском для спортсменов созданы все условия. Поэтому неудивительно, что именно во дворе спорта Северского трубного завода приехали кикбоксеры из разных уголков страны. В канун 300-летия Полевского этот турнир имеет особый статус, отметил Михаил Васильевич. 300 лет назад пришли сюда, в эти края работные люди, поставили плотину, обзавели заводы. И с тех пор здесь, в этом городе, работают люди. Плавится сталь, катаются трубы, работают машиностроители, работают камнерезы. И как в старых сказах Ожова, мы по-прежнему прославляем наш край нашими мастерами. У нас много прекрасных мастеров спорта, которые развивают разные виды спорта. Мы поддерживаем игровые виды спорта хоккей с мячом, футбол, волейбол, баскетбол. И наши команды участвуют во всех областных соревнованиях и выходят на всероссийский уровень. У нас прекрасные мастера спорта по лыжным гонкам. У нас есть лико-атлеты, у нас есть ликтовачки, у нас есть даже стрелки из лука. И каждый вид спорта мы стараемся поддерживать. Но на особицу стоит ваш вид спорта. Я всегда готов поддержать Игоря Анатольевича в его начинании, потому что в клубе, которым руководит он, занимается много молодых людей. Это наше подрастающее поколение, которое обязательно достигнет спортивных весов. Уже на протяжении многих лет техническим делегатом всероссийского турнира по кикбоксингу на призы ТМК является заслуженный тренер России по кикбоксингу Фаригат Касымов. В России существует всего шесть подобных турниров. Один из них проводится в нашем городе. С каждым годом турнир становится все популярнее в Полиском. Приезжает очень много регионов. И я думаю, результат, именно популярность этого турнира, то, что именно победители этого турнира становятся членами сборной команды страны, а далее чемпионами мира и Европы. Не раз уже доказали это в очкоденнике Полисской школы. Алексей Спирин в ноябре этого года в Венгрии завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Это далеко не первая медаль в его активе. Когда-то начинал свой боевой путь именно на турнире по кикбоксингу на призы ТМК. Этот турнир и стал отправной точкой на мировой уровень. Участники приехали очень хорошие. С каждым годом уровень все растет и растет. И я тоже когда-то начинал с таких же турниров, с этого же турнира. Ребята набираются опыта за счет таких турниров. Потом выезжают на чемпионаты России. В этом году на турнире впервые спортсмены участвуют в двух разделах. Первый традиционный – это фулл-контакт. Здесь разрешены удары ногами и руками в голову и корпус. И впервые кикбоксеры выступают в разделе лайт-контакт. Здесь жесткие удары напротив запрещены. Оценивается техника ударов. Всего пять возрастных категорий. По итогам турнира первое место занял лидер полевской команды Данил Чагин, а также Максим Барламов и Андрей Максимов. На второй ступени пьедестала – Егор Карпушин, Алена Калугина и Тимофей Дергачев. В ронду завоевали Дима Чингвинцев и Андрей Попов. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.